Девушки отдыхают Здесь всего 49 цифр, половина черных, половина красных 25 черных и 24 красных Нужно сначала не на время потренироваться Начать с красных цифр, вот красный карандашик И искать их 1, 2 и так далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее Потом отыскивать только черные цифры Вот черный карандашик Но наоборот От большого к меньшему 25, 24 25, 24 3, 2, 21, 20 И так далее Но самая сложная проверка Это не сложно, правда? Да Самая сложная проверка Если мы красные начнем показывать с единички И пойдем дальше А черные начнем показывать с 25 И пойдем к единичке Но это уже на время Хорошо? 1 красная, 25 черная и так далее Поехали 1 красная, 25 черная 2 красная, 24 черная 3 красная, 23 черная 4 красная, 22 черная 5 красная, 21 черная 6 красная, 20 черная, 7 красная, 19 черная, 8 красная, 18 черная, 9 красная, 17 черная, 10 красная, 16 черная, 11 красная, 15 черная, сбивайся. Ну, это действительно очень сложный тест, но она дошла до середины, это уже хорошо. До конца его ученики редко проходят, это нужно специально тренироваться. Следующий тест тоже на внимательность, на сосредоточенность и опять же на время. Он немножко повторяет красно-черную таблицу, только я его выполнил с помощью уже дорожных знаков. Мне в данном случае очень важно заострить внимание ученика на точном знании дорожных знаков. Я предлагаю, вот здесь, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 дорожных знаков и вот здесь 18 дорожных знаков. По моей команде нужно разложить вот эти знаки к тем, которые имеют место быть на таблице. Готово? Да. Хорошо. Ну, быстро. Хорошо. 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 40 секунд Отличный результат Следующий тест Он, конечно, носит субъективный характер Но все-таки этому тесту научили меня психологи Сейчас мы попытаемся выяснить склонность Анны к риску за рулем Это первый тест в начале вождения А потом, когда она сядет за руль Я еще раз проверю ее склонность уже за рулем Это только склонность к риску Она может проявиться, она может не проявиться Но из чего я и скажу Вернее, врачи, психологи исходят Из того, что самый главный стержень Самый главный инстинкт у любого человека Это инстинкт самосохранения Самосохранения Он срабатывает в любых ситуациях И он должен сейчас сработать Проверяется это очень просто Мы берем непрозрачные очки Одеваем на Анну Вот теперь она меня не видит Я прошу ее Вот как она стоит Руки я ее страхую Падать столбиком У меня как получится Еще 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 Хорошо Теперь то же самое Назад Прошу Еще 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 Вот смотрите Когда она падала на меня вперед Она все-таки страховалась И чуть-чуть Отревала пятерское поло Чуть-чуть Это было только чуть-чуть Когда она меня не видела задом Она Машинально Чуть-чуть сгибала коленки И чуть-чуть прогибалась В пояснице Вот это и есть Явное выражение Инстинкта самосохранения Потому что есть люди Которые падают и назад И вперед Как столб Абсолютно надеясь на меня Хотя она не знает Что у меня в голове Вот давай еще раз Назад Падай Вот сейчас она уже знает Что у меня в голове Вот сейчас она уже Абсолютно Спокойно падает Но ученик Поначалу этого не знает И этот инстинкт самосохранения Он проявится Поэтому я делаю вывод Первоначальный Конечно Что Анна далеко не рисковый человек И по жизни И тем более будет Нерисковая за рулем Следующий тест Очень сложный Он предназначен для Умения Распределять Внимание Водителя Между дорогой И между кабинами Это делается так Мы берем Обыкновенный стаканчик Вот такую подставочку На стаканчик Кладем мячик Который Трудно удержать Удерживаем его Только левой рукой Прошу Левой рукой Сосредотачиваем Сосредотачиваем Одним глазом Вот так вот его Держать ровненько А другой рукой Собираем монетки И считаем их Прошу Пять Двух Пять Сесть Один Один Достаточно В самом начале Тестирования Я вам показывал Что я обязательно Во время тестирования В спокойной ситуации В спокойной обстановке Когда человек абсолютно Не волнуется Не за рулем Я должен Зафиксировать Частоту сердечных сокращений Нормальный уровень С этой целью Мы используем Вот такой Прибор Частотомер Здесь В прямом варианте Показывается Частота сердечных сокращений Вот 67 Здесь Вот на пальчике Находится светодиод И там приемник Вот и все Вот теперь мы знаем Что нормальное состояние Анны Когда ее ничего не волнует Нет автомобиля Нет никакой Обстановки У нее примерно Ну 67 Вот сейчас 70 Примерно Больше Вот это средний Нормальный Статистический уровень А потом Когда будет Площадка Когда будет Змея Когда будет Город Когда будет Стречное движение Этот уровень Безусловно Повысится Если он повысится В пределах 20% Вот это Пустимо Но если он Повысится Скажем 30-40% А бывает И очень высоко Значит Это еще Эмоциональный Уровень Будет Очень высокий А когда Она будет Ездить На большой Скорости И по Хорошей На хорошей Машине И у нее Будет Примерно 70-80 Это значит Она абсолютно Спокойна И уверена В себе Мне очень важно Заострить Внимание Ученика На работу И на чувствительность Пальцев Пальцев Ног Пальцев Рук В данном Случа Я вам покажу Проверку По Рукам Дело в том Что на каждом Сантиметре Квадратном Сантиметре Человеческой Кожи Находится 170 Точек Чувствительных Часть из них Болевых Часть из них Реагирует На тепло Часть на холод А есть Тактильные Вот меня интересует Насколько Хорошо Развита Тактильная Чувствительность Пальцев Рук Которыми В дальнейшем Ане придется Управлять Автомобилем С помощью Руля И переключать Всякие Кнопочки Чувствительность На машине Я Сейчас Закрою Глазки И Предложу На ощупь Обределить Какая Здесь Выдавлена Буква Или цифра Прошу Девять Девять С С Крючворда Музыкальный Тест Я имею Магнитофон На нем Записано Произведение Разных Композиторов Самые Известные Мелодии Которые Классические И Которые Ученик Слышал Знает Он Не Знает Это Ничего Страшного Он Может И Не Знать А Может И Знать Вот Например Если Ученик Скажет Это Девятый Каприз Погани Я Низко Поклонюсь В ноги Если Не Скажет Не Знает Далее Художественный Тест Очень Много У меня Всяких Разных Картина Тоже Которые Показывают На Интеллектуальный Уровень Художественный Именно Вот Это Скажем Ученик Должен Знать Что Это Рафаэль Вот Это Ученик Должен Знать Что Это Рубенс И Таких У меня Очень Много Картина Литературный Тест Вот Например Я Прочитаю Выдержку Из Произведения Ученик Должен Ну Хотел Попробовать Это Тоже Классические Вещи Нелепо Лебяшет Братья Начать Старыми Словесы Трудных Повестей О полку Игореве Боян Бывещи Аще Кому Хотящих Песен Творите То И так Далее Откуда Это Творите Творите Субтитры сделал DimaTorzok